Сокращается количество больниц номинально, потому что больницы объединяются. Количество врачей увеличивается. Количество среднего обслуживающего персонала в стране увеличивается. Вы чувствуете этот гипноз? Количество врачей увеличивается, медперсонала увеличивается, а больницы сокращаются только номинально. Сколько мы знаем историй? Одно Невельское инфекционное отделение сокращают в городе. Инфекционное отделение в разгар пандемии. Берут и закрывают. А роддомов? А фельдшерско-акушерские пункты, которые обещали вот везде пооткрывать, и так и не могут открыть? Попов, конечно, знатный пропагандист. И, слава богу, нашла коса на камень. Сардена Аксинтьева не оставила от его аргументов ровным счетом ничего. И снова развечаем миф о том, что здравоохранение у нас поддерживается. И что выделяются необходимые средства. Это неправда. Значит, цифры говорят совершенно обратно. Смотрим бюджет Российской Федерации на 2021 год. Финансирование национального проекта здравоохранения сокращено на 63 миллиарда рублей. Мы говорим о том, что принятая в 2010 году реформа здравоохранения, она оказалась совершенно провальной и привела фактически к уничтожению первичного звена как такового. Цифры, друзья мои, цифры. Вот если вы смотрите мой канал, если вы успеваете смотреть ролики по разным темам, мы здесь разбираем и экологию, и кризис, и что мы только не разбираем. Зачем? Чтобы основывать свои представления, свои суждения на фактах. Это очень важно. Все мы так все понятно, да, мы давно все поняли. Далеко не все в нашей стране все поняли. И когда вы будете общаться с своими друзьями, родственниками, коллегами, знакомыми, сами для себя будете принимать какое-то решение, важно быть на 100% уверенным. А может быть, правда медицину нас поддерживают? Мы просто поверили какой-то вражеской пропаганде, ведь она на самом деле есть. Многие оппозиционеры это просто хайпажоры, которым вообще плевать, что на самом деле в стране происходит. Они сами ни на один митинг не ходят, никуда не ходят. Можно же заблуждаться и как бы просто верить не тем людям. Сардана здесь говорит все очень хорошо и правильно. На самом деле, Попов лжет. Расходы на медицину сокращаются из года в год. Даже во время коронавируса они продолжают ее оптимизировать. А зачем нам тратить деньги? Вот и смотрите, снова смотрим на цифры бюджета. 2021 год 7,5 миллиардов, 22,5 миллиардов развития первичного здравоохранения, звена здравоохранения. Финансирование его сокращается. Люди хотят, ну так проедут 200-300 городов до ближайшей поликлиники, до ближайшей больницы. Ничего, ничего страшного. А то, что женщина будет рожать, ей нужно прям вот быстро оказаться в месте, где ей окажут необходимую помощь. До этого им дела нет. Если у человека какая-то будет экстренная ситуация, ожоги, переломы, инсульты, да мало ли бывает сложных ситуаций, экстренных состояний у человека, который требует незамедлительного оказания помощи. И даже 30 километров до больницы, до поликлиники, может быть, это слишком много окажется. Поэтому хорошо бы в каждом поселке иметь, даже небольшой деревеньке, иметь какой-то кабинет, какого-то специалиста. Понятно, что в современной России это практически невозможно. Но так они и то, что есть, гробят и уничтожают. Одним из приоритетов и показателей реализации нацпроекта здравоохранения считается увеличение квалифицированных медицинских кадров. Финансирование сокращается в бюджете федеральном в 2,5 раза. Где здесь поддержка врачей? Сейчас сказали, что врачей у нас там 600 тысяч. Неправда, 552 тысячи. А было в 2010 году 626 тысяч врачей. Совершенно правильно говорят здесь оппоненты о том, что количество... Вдумайтесь, на 10% меньше врачей стало. На 10% только по официальным оценкам. Но это не самое страшное. Страшнее, что произошло с младшим медперсоналом и вспомогательным персоналом. Медсестры, акушерки, санитарки. Узких специалистов сокращается. Но самая страшная катастрофа у нас со средним медицинским персоналом. Количество среднего медицинского персонала в больницах сократилось в 2,5 раза. Оставшиеся медсестры и младший медицинский персонал работают с повышенной нагрузкой за очень небольшие деньги, которые в реальном соотношении зарплата не увеличивается. Реальные доходы не увеличиваются. Что происходит? Финансирование в основном своем возложено на нищие регионы. Очень жаль, что оператор почти не показывает лицо Попова. Вот как эти лжецы, эти пропагандисты сдерживают, чтобы не сказать более грубые термины. Друзья, напишите сами в комментариях, что вы думаете о таких, как Попов, которые рвутся в Госдуму представлять Единую Россию. Лгать вам. Лгать и рассказывать, что все у нас в стране хорошо, число врачей у нас только растет. И никакие отделения, никакие больницы, никакие поликлиники не закрываются, не сокращаются. Это все вранье, все враки. Не верьте в эту, понимаете ли, госдеповскую дезинформацию. Вот как эти люди ведут себя, когда их разоблачают по фактам? 75% денег должно оставаться в регионах, 25% должно отправляться в федеральный центр. Говорим, мы новые люди. И откуда эти бедные регионы будут финансировать свое здравоохранение? Правильно говорят, почему кровь москвича дороже, чем кровь человек, который проживает в провинции? Согласна с этим. Во Владимире, вот отчитываться очень любят про ФАПы. Во Владимире из 20 проверенных 13 ФАПов не работают и никому не были не нужны. В Твери люди 5 лет добиваются строительства детской больницы. Это происходит в самом деле, в буквальном смысле, по всей стране. Медицина развалена. Напишите, друзья, в комментариях, ваш город, откуда вы, регион, и что происходит с медициной. Как у вас там больницы расширяются, новые отделения открываются. Только прошу не особо распространяться про коронавирусную историю. Потому что, да, в коронавирус они пооткрывали дополнительные койко-места, дополнительные даже здания построили. Молодцы, молодцы, работают. В это же время кто там начал работать? Ваш участковый терапевт, ваш невропатолог, уролог, дерматовенеролог, да кто угодно. Обычные узкоспециализированные врачи, которым вы могли обратиться за помощью, теперь они прием не ведут. Теперь они работают в красных зонах, зарабатывают деньги, потому что так решило российское государство. Обычные болезни у нас все испарились. Помощь оказывать медицинскую гражданам не нужно. Нужно оказывать медицинские услуги по борьбе с коронавирусом. И за это врачам будут доплачивать. И, наконец-то, врачи увидели нормальные зарплаты. И вот кто работает с коронавирусными больными, поддерживают всю вот эту вот ситуацию в стране. Они, конечно, имеют возможность зарабатывать хорошо. Пять лет она до сих пор не построена. Я думаю, что это бардак и на самом деле, еще раз, аудит федерального бюджета, здравый подход к формированию бюджета и ставить всегда во главу интересы людей, совершенно конкретного человека, проживающего в отдельно взятом городе, селе или поселке. Это позиция новых людей. Очень жаль, что Сардана вписалась в эту партию спойлер «Новые люди». Отличный человек. Вот как политик говорит все правильно, имеет хороший опыт. Вопросы к ней, я даже не знаю, стоит ли особо перечислять. Это то, почему она, собственно, сбежала с должности. Вроде как состояние здоровья просто ужас, но уже через два месяца она начала разъезжать по всей стране, давать интервью Ксении Собчак. И уже бодрячком, понимаете ли, ну так быстро после онкологии не восстанавливаются. Если восстанавливаются, тогда зачем было уходить с должности? Ну на два месяца берешь отпуск, лечишься, возвращаешься. У нас есть прецеденты, когда мэры и губернаторы брали отпуска и на больший срок. И по полгода их не было на рабочем месте. Ничего страшного. Заместители, министры, депутаты отрабатывали более-менее. Резко хуже не становилось. Более того, на месте своем, на должности мэра Якутска оставлен кто? Представитель партии «Единая Россия» Сардана. А как это так получается? Вы же вроде такой оппозиционер. А после себя оставили Якутск в лапке единороссов. Более того, если Сардана Апсентьева, такой оппозиционер, вступила в партию, и новые люди — это не спойлер. А где же остальные представители этой партии? Я постоянно слежу за новостями. Я знаю только двух человек из этой партии, кто серьезно что-то делает, что-то говорит, как-то выступает, что-то хотя бы, как-то есть в новостной повестке, встречается с людьми. Сардана Апсентьева, которую, судя по всему, администрация президента под угрозой неких компроматов заставила. Идешь и раскручиваешь новую партию. И она теперь как лапочка бегает по всей стране, это делает. И, собственно, создатель партии — Нечаев. Основатель партии «Фаберлик». А основателя, прошу прощения, компании косметической «Фаберлик». Вот эти два человека — Нечаев и Сардана. Все, это не партия. Это два человека. Почему мы сейчас говорим, что есть смысл голосовать именно в первую очередь за КПРФ, не за РПСС Шевченко? Я думаю, что у самого Шевченко, особенно сейчас, очень хорошие шансы пройти в Госдуму. Он молодец, он очень бойко ведет свою избирательную кампанию. Правда, правда, шансы очень хорошие. Он ловко поднимает темы политзаключенных, Навального, Фургала, Быкова, белорусских оппозиционеров поддерживает, то, что сейчас Лукашенко впаял им приговор. Он молодец, он не боится, он прям вот на рожон лезет. Я думаю, у него очень хорошие шансы попасть в Государственную Думу. Лично у Шевченко, потому что он идет по одномандатному избирательному округу. Но РПСС, как партия, вряд ли наберет в Госдуме больше двух-трех-пяти кресел. Пять — это вот прям предел мечтаний, пять кресел занять в Госдуме для них. Ну, простите, это кот наплакал. Эти люди что смогут сделать? Ну, например, один человек сможет как следует хорошо прорабатывать тему экологии. Один человек. Вот если ты будешь изучать в деталях все, что делает Министерство природных ресурсов, Росприроднадзор, мусорная мафия, олигархи, то есть заниматься одной темой — это выше крыши. Другой человек будет заниматься, например, темой гражданских прав, свобод, честных выборов. Ну, вот, например, Шевченко мог бы этим заниматься. Да кто-то еще экологией заниматься. Третий человек будет заниматься экономическими вопросами. Вникать, что там у нас Центробанк, Минфин, Казначейство, Министерство экономического развития, всякие форумы, а остальные все темы. Министерство просвещения, Министерство образования, Министерство промышленности и торговли. Если у вас большая партия, вы распределяете обязанности, вы в каждую тему держите на контроле, вы ее ведете, в каждом комитете вы работаете. Один человек, ну там несколько, два-три депутата занимаются, например, экономикой. И они говорят, так, друзья, вот это закон плохой, потому-то, потому-то все голосуем против. И человек, который занимается экологией, он говорит, окей, понятно, хорошо, голосуй против. А если там будет три человека, пять человек, они же не смогут этого делать. Они не будут являться в полном смысле депутатами. Той эффективности, которую может дать партия, одиночки создать не могут. Либо им придется к кому-то примкнуть. Кому примкнет Шевченко? Да вроде никому. Либо он будет голосовать на АБУМ, потому что вникнуть в законопроекты, которых там каждый день принимают, каждый рабочий день Госдумы принимают, там по пять, по семь, по пятнадцать штук. Знаете, и каждый из них, одних обоснований содержит листов 15-20, а то и больше сотни листов. Это даже прочесть нереально, не то, что разобраться все по полочкам, найти там ошибки, внутренние противоречия и так далее, и так далее. Это же должна быть серьезнейшая организация. Вот Сардана начала пиарить спойлер, начала пиарить новых людей. Я напоминаю, друзья, я всех призываю голосовать за КПРФ по партийным спискам. Это первый номер, номер один. Если у вас кость в горле, КПРФ не можете голосовать. Ну, рискните, проголосуйте. Либо за справедливую Россию. В этом тоже есть смысл. Партия достаточно большая. Скорее всего, она все-таки пройдет в Госдуму. В зависимости от того, как много людей проголосует, ну, попадет в Госдуму там 15 или 30 человек. Голосуя за РПСС, вы прямо откровенно рискуете, потому что вообще непонятно, попадут они в Госдуму или нет. Одномандатники, как Шевченко, который идет по одному из центральных московских округов. Да, шансы есть. Что касается всех остальных, очень вряд ли. Очень мощный накат идет против коммунистов. Времена меняются, Чернуха остается. В 2016 году Москва была завешена листовками. Не верьте слухам, я не гей. И подпись Денис Парфенов, КПРФ. В 2021 году то же самое. Дениска не гей, КПРФ, коммунист, депутат, миллионер. С кудаумией Чернуха. Друзья, свершилось. Долгое время я ждал, говорит Парфенов. Когда же наши оппоненты, наконец, отважатся на выпуск какой-нибудь чернушной агитации против меня? Ожидать чего-то подобного было логично, поскольку на прошлых выборах фантазия у оппонентов разыгралась не на шутку. Куда только меня не пытались записать и в сектанты, и в голубые, и в защитники мигрантов. И вот стала поступать информация, что в почтовых ящиках избирательного округа начали находить чернушные листовки. Спустя пять лет политтехнологи от власти не придумали ничего лучше, как снова попытаться записать меня в сторонники однополой любви. Я даже слегка разочарован. Это ведь насколько скудным мышлением надо обладать, чтобы, не имея реальной возможности хоть что-то предъявить кандидату-коммунисту, продолжать повторять по басенке пятилетней давности. Раз против нас борются, значит понимают, что шансы у замаскированного самовыдвиженца от власти Дмитрия Певцова, знаменитого актера, не так велики, как на то надеялась Единая Россия. Друзья, ну вот знаете, вот многие меня спрашивают, Павел, а вот по такому-то округу за кого голосовать, а что делать, а вот как делать? Уж точно. Никакие певцы, актеры, спортсмены, олимпийские чемпионы в Госдуме не нужны. Им там делать абсолютно нечего, от слова совсем. К сожалению, у нас спортсмены, это люди без профессии, очень часто. Многие, далеко не все, но многие, большинство, я бы сказал. Они даже тренерами потом не могут работать, но не получается у них. К сожалению. Не получается. Это люди, которые даже в школе перестают учиться, как следует, потому что, ну а что, у меня же спортивная карьера, больше меня ничего в жизни не интересует. А потом эти люди с узейшим кругозором попадают в Госдуму, и где результаты? Очень много было скандалов и на прошлых, и на позапрошлых выборах, Когда эти ребятки, олимпийские чемпионы, начинают ездить по тем регионам, по тем городам и весям, где они уже были избраны депутатами, проводят всякие акции, встречи с жителями, и жители спрашивают. Так вы за эти годы ни разу к нам не приехали? У нас спортивный центр, там какая-нибудь спортивная база развалена полностью. Вы обещали помочь с ремонтом? Где? Вы обещали помочь с финансированием? Где? Вы обещали сделать дорогу? Где? Эти люди идут во власть, чтобы хоть чем-то заниматься. Они не знают, что делать после завершения спортивной карьеры. Телеведущими стать спортивных ток-шоу на телевидении дано далеко не каждому. Надо же куда-то пристроиться. Им предлагают, давай в Госдуму. Они с радостью соглашаются, почему бы и нет. А в реальности они просто садятся в единороссовские кресла и жмут кнопки, как им говорят. Сами при этом ни в чем не разбираясь. Эти люди продают нас с вами изо дня в день. А коммунистов долбят из всех орудий. Вот, кстати говоря, обратите внимание, как власть включилась в защиту либералов. Либеральная оппозиция. Яблочников поддерживают. Я прошу вывести, коллеги, вывести, пожалуйста, плакат в одном из округов Питера. Вот это целое. Теперь вы видите вот эту троицу, первую троицу, пожалуйста, отдельно было у вас. Сан Саныч, слышите меня? Выведите, пожалуйста. Где троица, вот эта первая? Три вишневских. Три в одном. Три в одном плакате. Все с бородами. Видите? Будьте добры. Я вам пересылала его. Давайте срочно. Само по себе стыдно, что в таких местах, как Центр избирком и другие высокопоставленные кабинеты, у них даже нет нормальных людей на техническую работу, чтобы кнопки нажимать, слайды переключать, фотографии на экран выводить. Казалось бы, элементарщина. Не получается. Что-то не так в датском королевстве. В Питере против яблочника Бориса Вишневского зарегистрировалось еще два Вишневских Бориса. Оба с бородами. Волосы на голове есть, но их немного. Внешнее сходство обеспечили. Значит, фамилии одинаковые, имена одинаковые. И фишка-то в чем? Даже там указано, что буквально перед выборами у них были другие фамилии. То есть это откровенные спойлеры. Тонируют в Санкт-Петербурге. И каждую компанию приносят нам такие сюрпризы, от которых мы не знаем, куда деваться. Да, пожалуйста. Если что, настоящий Вишневский справа. Ваши улыбки, она говорит, что Вы тоже с долей понимания определенного относятся к этой ситуации. Скажите, а это фотографии всех коллег, они были представлены в окружной избирательной комиссии в таком виде? Да, разумеется. А Вы смотрели сами? Это же материалы не у Вас находятся, а в окружных избирательных комиссиях. У Вас такая уверенность откуда? Вы занимались этим проектом тоже, как и все другие? Нет, вот этим проектом я как раз не занимался, Николай Иванович. Одного из фигурантов я лично знаю, потому что до меня он был представителем территориальной избирательной комиссии номер два. Я могу его с трудом... Ну понятно. Короче, один из работников избирательных комиссий сейчас сменил фамилию на Борис Вишневский и фамилию имя, чтобы составить конкуренцию оппозиции. Элла Памфилова это заметила, начали разбираться, что за ужас происходит, это же позор, давайте срочно с этим что-то делать. Но простите, уже три месяца назад было известно, что единороссы выдвигают спойлеров через коммунистов России, между прочим, типа коммунистическая партия. Коммунисты России откровенно помогают Единой России. Партия Единая Россия. И Центризбирком к этому совершенно спокойно относятся. Только по Москве, не трогая другие регионы. 201-й округ – Удалова против Удальцовой. 203-й округ – Петров против другого Петрова. 204-й округ – Курганов против Курганского. 207-й округ – Ульянов против Ульянченко. 209-й – Волков против Волкова. Тарасчанский против Таранцова. Даже Валерия Рашкина наградили другим Рашкиным. Правда, ошиблись с округом и отправили его по другому округу. Вот эти спойлеры. О них известно с начала июля. Друзья, и где реакция Центризбиркома? Где какая-то попытка навести порядок? Когда против КПРФ бросают спойлеров в атаку? Все тишина, все нормально. Реально, Единая Россия боится сейчас именно КПРФ. А то, что Сардана рассказала о том, как у нас все плохо с медициной, к сожалению, это факт. И хорошо, что она поставила на место гражданина Попова. Он же Скобеев, он же Скобейкин. Все остальные эпитеты и прозвища, будучи нецензурными, я опускаю. Друзья, вместе мы сила, вместе прорвемся, голосуем за красных. Спасибо вам, до новых встреч, пока.